Перец – это культура, которая требует подкормок в любых условиях. Без них просто невозможно получить хороший урожай. Рассаду подкармливают селитрой, суперфосфатом и сернистым калием. В почву обязательно добавляют компост, перегной и древесную золу. Через пару недель после высадки в грунт молодой перчик нужно подкормить раствором мочевины и суперфосфата. Но в период цветения, завязывания и плодоношения перчика нужно использовать другие подкормки. Но перед тем, как рассказать о рецептах правильных подкормок для перца, хочу отметить, что любое удобрение нужно вносить правильно. Переизбыток любого микроэлемента может навредить растению, в том числе и обжечь корни. В период цветения и бутонизации перца его надо подкармливать только методом опрыскивания, чтобы завязи формировались максимально интенсивно. Для этого готовим раствор из борной кислоты. Берем 5 граммов этого вещества, растворяем в ведре горячей воды и опрыскиваем растения по кронам. Затем удобрение необходимо вносить на растения во время формирования завязей. Для этого делаем раствор из 10 граммов селитры, 25 граммов серно-кислого калия и такого же количества суперфосфата. Все это смешиваем в ведре воды и при поливе растения добавляем одну часть такого раствора на 9-10 частей воды. Очередование минеральных подкормок с органическими даст более хороший эффект. Среди народных средств для удобрения перца самым эффективным является настой древесной золы и зеленый травяной настой. В период плодоношения перчика я советую подкармливать удобрениями на основе минералов. Берем 2 чайные ложки суперфосфата или сульфата калия, растворяем в ведре воды и используем для полива. Потребуется примерно по 1 литру под каждое растение. Внесение удобрений нужно делать только после обильного полива перца. Но для формирования максимально крупного и сладкого урожая нужны не только правильные поливы, но и правильные опрыскивания. Использовать можно тот же раствор, либо же настой древесной золы для обработки по листу.